Добрый вечер! Сегодня про мою телефонную линию с жихарами региона провел старшиня Гомельского облаканкама Владимир Дворник. За 3 годины поступило 88 проблемных пытанев. И какие темы хвалюют людей? Высветлял Дмитрий Котау. Процелоткование, земельные пытания, приватизация жилья, рамон дорог, жильево-коммунальная господарка. Эти темы по-ранейшему застаются наибольшь актуальными и хвалюют жихару нашего региона. А лишь кали проанализовать, то колькасть воротов на промые линии зуделом керавництва в области с кожным разом поменьшается. У першую чергу меньше по-соправдному складанных пытанев, выращение яких потребует серьезных финансовых укладанев. До речи, як означая старшиня Гомельского облаканкама Владимир Дворник, многие проблемы людей махчима было выращить на мясцовом узровне у рай ваканкамах. Люди обращаются уже не с теми проблемами, которые были, если вы вначале помните, были такие жесткие, порой тяжелые, которые сложно было расшить. То сегодня вы видите, что проблем таких серьезных не было. Были простые вопросы, которые надо было, может человеку даже действительно выговориться, высказать свое мнение, но таких серьезных проблем нет. Усяго, подчас субботней телефонной линии поступило 88 зворотов. Некоторые пытания были выращены одразу. Жихарка везки Климовка Гомельского района Инна Лысякова поскардилась на второе высокое древо, якое знаходилося побач с ее домом. Галины древа с замосного ветра могли пошкодить не только ее жилю, алей стать погрозой для життя. По кульпра моя линия протягивалась, на место выехала бригада супрацовников ЖКГ и МНС. Проблему выращили оперативно. Ветка наклонялась на дом, и страшно было, в общем-то. У меня двое детей маленьких, поэтому в любой момент она могла просто-напросто рухнуть. Тем более час накануне грозу передают, и страшно, в общем страшно. Поэтому я не надеялась, но очень удачно дозвонилась по горячей линии и попросила о помощи. Я не ожидала, среагировали очень оперативно, чему очень благодарна. Особливостью промой линии стала отсутность полторных зворотов от громадян. Это заявляется показчиком эффективной работы мясовых улад по выращению проблем ЖХРО региона. Самая главная, наверное, работа, которую я сегодня оценку до управляющим, которые присутствовали, это повторные обращения. И мне сегодня было приятно, что ни одного повторного обращения не было. Это говорит о том, что все то, что дается поручение, выполняется. И, конечно, соответственно, этих обращений становится меньше. Дмитрий Котов, Дмитрий Родянко, Михаил Рабков, телерадиокомпания «Гомель». Параллельно промой телефонную линию проводил старшиня Гомельска Гагарвы Конкама Петр Кирыченко. За три годины было принято больше, как 30 звонков от ЖХРО областного центра. Некоторые громадяни задавали одразу по некольки пытанью. Часка зворота утычила седенности жильево-коммунальной господарки и доброе упорядкование дворовых территорий. В связи с тем, что 30 червня в Беларуси завершается приватизация жилья, певная колькасть пытанью была по этой теме. Так само размова и шла и об гандлевой сферы. Некоторые люди скарделися на недохоб крама у кроковой доступности, где можно набыть харчовые товары. В уголе все звороты были и передадены, и отповедные городские службы, и взятые на контроль. Вопросы в основном носят в подавляющем своем большинстве абсолютно характер такой текущий, жизненные, абсолютно ненадуманные вопросы. Вопросы, которые касаются благоустройства дворовых территорий, содержания жилья коммунального и торгового обслуживания, ряда других вопросов тем, которые не то что сегодня появились, они, в принципе, были всегда, и над ними всегда надо работать. Национальный банк Беларуси расслумащил парадок перолик у некоторых депозитов после деноминации. Так, пероличивать суммы по договорах укладу, оформленных ашчадной книжкой, альбо депозитным сертификатом, банки будут постанен на 1 липень у соотносенных 10 тысяч до 1. Студенты Беларусского державного университета транспорта распрацевали незвычайную бизнес-идею. Я думаю, шклянки для кавы. Який початковый капитал потребуется для массовой вытворчасти такого посуду, и як худко сможет окупиться проект. Об этом не только поди размова у черговым выпуску экономичной доведки. Глядачоу так само, чекая знакомство с ценами на Садовину и Городнину на рынках Гомеля. Глядите программу одразу после выпуска новинок на телеканале Беларусь4Гомель. Завтра люди, которые имеют отношение к сфере аховы здоровья, означают свое профессийное свято. До речи, гомельские медики в последний час достигнули вельми значных выников. До приклада, они начали освоивать микрохирургию вуха. В областной клинической больнице сейчас проводят высокотехнологичные трансплантации людям с проблемами слыху. С диагнозом хроничный гнойный средний отит многие пациенты живут всю всю жизнь. Это может быть как природная особенность, так и ускладнение простудных захворываний. С тягом часу такие люди, звичайно, амаль страчивают слых. А разом с ним и махчимость полноценного социального життя. У часы обвострения, хворобы и снования в уголе, здаются немахчимым. Это ужасно головные боли. Это ночью невозможно спать. Эту боль просто не передать словами. Христиня Тимурченко 30-ти годовая. Она захворела еще в детстве. Назиралась в Ужитковичах, где живение одноразово трапляла у отолерингичной отделения Гомельской областной больницы. Лечения допомагала, а не надолго. И вот зараз после операции у нее есть махчимость на завсюды развитаться с больницами. Судность хворобы, хроничный гнойный отит заключается в том, что у человека начинаются разбураць слуховые костки. Сучасный титановый имплант заменяяя хворый орган и до пациента вертается махчимость чуть. Вот у этих скрынках лежат те самые титановые импланты. Для некого один и шлях, полепшись якой життя. Але, конечно, без золотых рук хирурга – это просто складанная техника. Зараз такие операции проводят шатыры урачевышейшей категории отолерингичного отделения Гомельской областной клиничной больницы. Ни якого специального навучания яны не проходили. Кажут, что хапила в опыта и смелости, капасхуясь в этой процессе самостоинно. Хотя без майстер-класса от столичных коллег все же не обойшлося. На сегодняшний день проведено 16 операций. Прикладна одна у тыдень. Усе поспехово и ускладнение выявлено не было. Вось тут проводятся те самые высокотехнологичные операции. Выкористовывается такое складанное обсталявание. Зараз идёт подрыхтовка до черговой операции. Изусим худка. Ещё один пациент отрымая махчимость добра шуть. Нами создана база данных пациентов с кроническим гнойным средним отитом Гомельского региона. Более 100 человек на сегодняшний день в этой базе. И непосредственно мы сегодня имеем возможность каждого пациента пригласить к нам на контрольный осмотр и определить показания для выполнения слухоулушающей операции. Пакуль провести операцию по трансплантации пропануют только молодым працездольным людям. Але станучи в опыт гомельских медиков и то, что ляшение проводится за державный кошт, открывают махчимость и полепшить своё здоровье усим же храм Гомельшины, які мают потребу такой операции. Настасия Кучинская, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». На яким у Вогуля в Зроуне зараз находится медицинское обслуговывание в Гомельском регионе. Як спробуть выращать проблему недохопу медицинских установ. И в Вогуле тихо паясь сегодня специалистов в этой сфере деятельности. Это и другие вопросы с нагодой Дня медика наш корреспондент Ганна Ковалева задала начальнику управления ховы здоровья Гомельского облаканкама Миколаю Василькову. Интервью с ним смотрите в программе «Новины тыдня» завтра в 20.30 на телеканале «Беларусь-4». Литерально личные дни застаются до 75-ти годы початку Великой Айчиной войны. С этой нагодой на Гомельщине отбылся марш памяти и смутку. Жалобные митинги были проведены на местах боевой славы, братских и воинских похоронных, территориях, где в военный час размещались концлагеры смерти. Наш корреспондент Вероника Ворошилина так само стала удельницей патриотичной акции. 22 червня 1941 года – фатальная дата у советской истории. Яна поклала початок отлику 1418 долгим, складанным и трагичным дням Великой Айчиной. Кожна третий же харь Беларуси не вернулся с той кровопролитной войны. Марш памяти и смутку, организованный Гомельским областным отделением громадского объединения «Беларусский фонд в миру», пашался с города над Сожем. З месяца, где в годы войны размещался лагерь смерти, у яким от куль, пакут, холода и голода загинули свыше 100 тысяч человек. Хвилины маучанья, так само церемонию складания вянковых кветок у дельники жалобного митингу, отдали данину памяти людям, которые загинули от рук оккупантов. Дорожим это патриотичной акции – вспомнить тех, кто баклав на алтар Великой Перамоги свое житие и нагадать молоде, как героичный, самахверно, советский народ оборонял и извалял родную землю от ворога. Мы отдаем дань памяти и благодарности, я повторяю тем, и главное, еще мы хотим именно напомнить нашему поколению, что такое война, чтобы они именно делали все возможное, чтобы у нас был мир и мирная жизнь. Протягнулся марш памяти и смотка в Бадокашалевском районе. У городским поселку Уварович и жалобный митинг отбился лябратской могилы. 12 памятных плит у меня стилей имены, а маль 400 советских воинов. Это уродженцы, а божихары у Варовичской земли. Заинули они урозные годы Великой Айчыны, а лезаадзину и ды – Великой Перамоги. Кабыдновить усеих прозвища местовыми уладами, советам ветеранов и молодзю, была проведена великая доследшая праца. В 1933 году Уваровичи начали активно строиться. Это был районный центр. И сюда проезжали с Украины, с России, с Казахстана, с Татарстана, с Башкирии, со всех сторон Советского Союза. И вот поэтому мы решили увековечить не только уроженцев, а и жителей. У целом с фронта у Великой Айчыны войны не вернулось азвыж 9 тысяч же хоров до Кашалевской земли. Сегодня место боевой славы, обелиски и братские могилы тут бережливо заховывают память про героев безыменных и ведомых. Вероника Ворошилина, Максим Славин, телерадиокомпания «Гомель». У Гомельской областной универсальной библиотекции «Мя Ленина» открылась персональная выстава гомельской мастачки Светланы Батраковой. Работы в жанре пейзажей натюрморта объединены под символичной назвой «Натхнение лета». Светлану Батракову ведут, як мастачку-анималистку, пейзажистку, тонкого лирыка, философа и просто жанчину, якая открыто делится мастацкой прыгажостю. Сдаеца, можно отшуть дотык ежеваписных кветок, адлюстрованных простонкое аутарское светоуспрыняттие. За полгода, такий час створения персональной экспозиции, мастачка сдолила зафиксовать на 16 полотнах летние пейзажи и натюрморты прас-призму уласных отчуваньев, легкости, фантазии, невымовной прыгажості. Выниковую реализацию выстава отримала, дякуючи директору Гомельской областной библиотеки. Приемная новина для усіх гомельчан, які зауседы сочать за модой и жадают выглядать сучасно и стильно. Сегодня на другим поверсіх Андліва забавляльного центра «Мандарин Плаза» открылась новая кропка продажу відомого белорусського бренда «Марк Формель». Яркие блузки, кофты, джемперы, элегантные брючные изделия, изысканное платье и юбки. Новый магазин, который, к слову, стал уже третьим гомеле, впечатляет многообразием моделей и неповторимостью современных дизайнерских решений. Это одежда для работы, спорта, сна и отдыха. В коллекции представлена одежда для всей семьи. Здесь можно с легкостью подобрать себе гардероб. От изящного нижнего белья до комфортных комплектов. Изделия известного бренда «Марк Формель» придутся по вкусу и кошельку абсолютно каждому покупателю. Очень удобная одежда для дома, для спорта, лайф-одежда, которая на все вкусы соответствует. Приятный ценовой фактор. Очень в широком ассортименте представлена бельевая группа, корсетные изделия. Модный гардероб по демократичным ценам новый магазин «Марк Формель» безусловно придется по вкусу как женской, так и мужской половине. Те, кто уже успел познакомиться с качеством и многообразием бренда, своим предпочтениям не изменяют. Радует приятное соотношение цены и качества и новых покупателей. Знаю эту одежду, она очень удобная, очень легкая, в ней не жарко летом. Мы всегда сюда приходим. Я узнала из группы ВКонтакте «Мандарин». Ну и пришли сразу сюда, увидели, что скидки. Очень приятно, очень как бы небольшие цены и очень порадовали скидки. Огромными преимуществами нового магазина «Марк Формель» являются постоянные обновления представленного здесь ассортимента, а также широкий, размерный и модельный ряд. Не стоит забывать также об акциях, скидках и спецпредложениях, которыми компания «Марк Формель» готова щедро баловать своих клиентов. Спешите порадовать себя и своих близких. Приходите в новый магазин «Марк Формель», который расположился на втором этаже торгово-развлекательного центра «Мандарин Плаза» по адресу Проспект Речицкий, 5 В. Вас ожидает широчайший выбор стильной и удобной одежды, а также хорошее настроение после совершения покупок. Дмитрий Котов, Татьяна Болгова, Михаил Рабков, телерадио-компания «Гомель». Это, а также другие новины, вы можете узнать на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomil.by. На этом выпуск завершен. У студии працывала Наталья Игнатенко. Усяго вам доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин